Ажиотажу с покупкой сахара, возникшему в последнее время вокруг продукта, причастен Мухтар Аблязов, как стало известно. Итак, какое, по мнению экспертов, отношение к сахарному коллапсу имеет Аблязов? История довольно запутанная, но суть такова. В первые годы независимости в стране работало 8 сахарных заводов. Все они являлись собственностью ныне беглого бангира. Плюс к производственным предприятиям 100 тысяч гектаров пассивных площадей и 300 тысяч тонн сахаросодержащих объектов. Но через некоторое время выяснилось, что добиться успеха в сахарной отрасли Аблязов не смог. Заводы начали закрываться. В результате этого 150 тысяч человек остались безработными. Эти факты озвучил эксперт в области сельского хозяйства Алмазбек Садырбаев. И у него есть конкретные доказательства, заверяет источник. Он выходит к правительству с таким предложением. Уважаемое правительство, мы не будем сеять сахарную свеклу. «Остановим. Из-за рубежа привезем сахар-тростник и будем его перерабатывать». Получает согласие и прекращает работу всех заводов. Но Аблязов продолжает завозить этот тростник. В конце концов, олигарх понял, что можно этой продукцией торговать. «Привозите из-за границы и торгуйте», – сказал он. «Остановите все заводы в Казахстане. Создайте большой холдинг, а доход от этого холдинга будет составлять продажа сахара». Об этом случае, говорит собеседник, никто не вспоминает. И вот с тех времен казахстанская сахарная отрасль перешла из разряда производителей в потребителей импортной продукции. И сегодня мы пожинаем плоды такого решения, убежден Садырбаев. ДИТЕ РОБУ ТАБЛЕЗВА